Наследие Дуловой Ровно 20 лет со дня кончины Веры Георгиевны, она ушла из жизни 5 января 2000 года, но, как мне кажется, именно воспоминание человеку и дань памяти человеку не в трагический день кончины, а именно в день ангела приобретает особое значение. Все годы, что мы учились у Веры Георгиевны, мы 30 числа всегда приходили к ней домой. Она никогда не исправляла дня рождения, она не любила свой день рождения. Она вот предпочитала 30 сентября, и для нас это был большой праздник, и даже он стал называться днем арфиста через какое-то время, да. И поэтому вот многие годы и уже через годы для нас этот день особый. Дело не в том, что мы только в этот день вспоминаем Веры Георгиевны, мы ее помним всегда, она всегда в нашем сердце, она в звуках арфы, и я думаю, что пока звучит инструмент, пока живы мы и живы наши студенты, и будем надеяться и их студенты, это имя будет всегда звучать, и Вера Георгиевна всегда будет слышать нас. Душа ее с нами. Я хочу, чтобы замечательное другое поколение знало, откуда вообще была легенда. Род Дуловых сколько? Тысячелетий. От Рюриковичей. От Рюриковичей, да. И князю Дулову, Георгиеву, приснился сон, что у него должно быть рождено трое дочерей, и как их назвать. Вот. И Вера Георгиевна была названа именно как Вера. Вот у них было три сестры, Вера, Надежда, Любовь. Спасибо за то, что мы так живем, и что вот наша профессия, она нас держит, она нас, мы ее просто любим. И вот, и, конечно, то, что вот Вера Георгиевна и Арсаноч, это действительно была семья, и семья людей, которые очень понимали друг друга в творчестве. И мы на себе это испытывали очень. Дом был открытый, именины всегда праздновались, большой стол. Я сегодня проезжала как раз мимо дома, ну, вспоминала, конечно, всегда это. И, вы знаете, это всегда было очень ярко, дружно и очень весело. Очень весело. И сегодня вот у нас уже свои ученики, у наших учеников свои ученики. И, вы знаете, Дулову знает, как только начинают учиться, все понимают, что это да, это гора. И вот, Вера Георгиевна, вы сегодня нас слышите. И Ангел-Хранитель вам донесет нашу любовь, потому что это оно так и есть. Потому что каждый день мы с вами, ну, потому что иначе не может просто быть. И за все спасибо. Она была очень мудрым человеком. Она говорила о том, что арфа лечит. Когда она уже осмысливала жизненный путь свой пройденный. А чем я, собственно говоря, занималась? Ну, Большой театр, да, ну, Играда. Ну, арфа лечит. Это вот такое призвание. Светлая ей память – это светлая личность, мудрая, жизнелюбивая, прекрасный музыкант. За ней еще и плеяда композиторов. Хотел бы это сказать в присутствии молодых музыкантов, что, несмотря на всеобщее государственное мировое признание, она всегда этот факт ценила, фактор. И поддерживала отношения с композиторами. И много сочинений посвящены непосредственно. Вере Георгиевне многое она играла. Не забывала Вера Георгиевна композиторов. Но их постоянно, постоянно, как сейчас говорят, будировала. Потому что новый репертуар – это очень важно. Тем более арфа, благодаря Вере Георгиевне, стала центром притяжения в искусстве. И арфа – это не только сольная арфа, это и в ансамбле, и в оркестре. Она везде занимает свое потрясающее, исцеляющее место. Поэтому светлая память и Царство Небесное, такому выдающему человеку. Все то, что я сейчас имею в своей профессии, я все помню. Буквально каждое слово, которое она говорила. Она говорила, давай с рук, Дон Кихот, так, давай дальше, Пахита, так, Лебединое озеро. Вот это общение в профессии – это, конечно, одно. Но то, как мы приходили в этот день, Вера, Надежда, Любовь, мне посчастливилось тоже быть на этих великолепных праздниках, когда сидели Балтин, еще Брунов, там необыкновенные совершенно люди. И встреча с этими людьми, слушая эти разговоры необыкновенные, воспоминания. Все это настолько в памяти. И кроме слов, конечно, благодарности и низкого поклона Вере Георгиевне, тут, конечно, просто всю жизнь на плаху положила она во имя арфы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok